Несколько часов и 25 рублей. Именно столько времени и финансовых средств понадобилось брещанину Александру Вытику и его друзьям-единомышленникам, чтобы вблизи гребного канала соорудить сноупарк – площадку для катания на популярной ныне в Беларуси и за ее пределами снежной доске или сноуборде. На самом деле для сноуборда не нужны какие-то большие горы. Просто тренироваться можно дома на ковре, но на улице веселее, поэтому возникла идея нагородить небольшую горку, чтобы с нее можно было съезжать и тренировать часть сноубординга – джибинг называется. Это скольжение по фигурам и прыжки с трамплинов. Летом большинство из них – посетители водной базы, открытой Александром Вытиком летом 2018 года, где продвинутые брещане катаются на водных досках. Сейчас у поклонников здорового образа жизни появилась хорошая возможность, не выезжая на горнолыжные базы за рубеж или в белорусскую столицу, получать свою порцию адреналина практически рядом с домом. Сноуборд – это немножко адреналина и нетрадиционный, то есть привлекает молодежь тем, что это не тем, чем занимаются старики, грубо говоря, а так тренирует вестибулярный аппарат по большей части. Ну и все группы вымышц задействованы, потому что ловкость общую. Я, например, как и большинство экстремалов, не падает зимой, подскальзываясь, падаю, как кошка на руки, на ноги. Потому что здесь мы симулируем эту ситуацию постоянно, каждый день. С нежными зимами Брест не отличается, но, как показала практика, любителей сноуборда в городе над Бугом немало. Ежедневно сюда приходят порядка 10-15 человек. Задача сноупарка – обеспечить тренировочную базу для тех, кто не мыслит свою жизнь без экстрима. Причем азам здесь не учат. Каждый из сноубордистов уже имеет определенный опыт за плечами. Начинал я все со скейтбординга. Скейтборд, наверное, с года 2008-го начал постигать. Чем привлекает? Экстремальный вид спорта – это экстремальный вид спорта, адреналина и все такое. Плюс это красиво, если получается. Видео снимать, стимул есть какое-то, монтировать что-то в горах, бывать, ездить. Ну, кому-то одно нравится, кому-то другое. Мне эта штука всегда нравилась. Как бы и вот, катаюсь. Как признается сам Александр Войтюк, до Силичей и Раубичей Брещанам еще очень далеко. Но большие свершения, как известно, начинаются с малых достижений. Поэтому у Брестского сноупарка есть все шансы подрасти не только в размерах, но и подтянуть инфраструктуру. Ирина Альшова, Павел Малашин, Адмирил Зарчук, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...